пока нормально здравствуйте вот значит мы опять встречаемся с екатериной екатерина олеговна королькова доцент м.б. м.п. вот сейчас у нас сегодня тема будет красные книжные растения в городе москве не очень такая встреча и будет она про красную книгу города москвы про виды занесенные в красную книгу москвы и как вот эти знания нам могут помочь вообще сохранить наши дворы зелеными ну во первых что такое красная книга красная книга это документ который имеется в каждом субъекте федерации своя красная книга и плюс в российской федерации есть общая красная книга российской федерации у города москвы красная книга издается раз в 10 лет и в нее занесены виды которые на территории москвы являются настоящий момент редкими всего в красной книге города москвы есть 6 категории редкости от нулевой до 5 и нулевая категория это виды которые возможно совсем исчезли но их можно еще найти и 5 это виды которые свою численность восстанавливают и вот сейчас мы с вами как раз находимся рядом с таким видом пятой категории посмотрите сюда это колокольчик широколисный это типичный вид лесной но здесь вы видели около дома участок такой с широколисными элементами его можно назвать лесным и посмотрите вот на этот колокольчик значит вообще колокольчики это одно из самых продвинутых семейств и отличаются они по расположению цветков то вот здесь они собраны в некую кисть и плюс колокольчики отличаются по листью вот посмотрите у этого колокольчика дались такие особенно внизу широкие и сидят на черешках вот это важный момент черешки это вот это вот основание листа на широкие и сидящие на черешках листья и давайте вот посмотрим крупным планом здесь этого колокольчик очень-очень много он хорошо возобновляется самосевом поэтому это как раз вид пятой категории вид который свою численность восстанавливает городе москва если ему не помешать да конечно если не помешать так ну а сейчас мы с вами перейдем к другому краснокнижному виду вот и посмотрите дорогие друзья у нас здесь еще один вид колокольчика тоже занесенный в красную книгу это колокольчик называется крапива листный колокольчик крапива листный у него листья похожи на крапиву вот если мы спустимся вниз по стеблю да ну вот обкушенные обкушенные но обратно если его потрогать он довольно жесткий это уже третья категория а по цветам никак не определи а по цветам колокольчики все довольно похожи то есть у него тоже видите вот такая компактная кисть наверху ну вот характерный очень лист такой действительно как крапивный колокольчик крапив лесный третья категория знаешь что он более редкий да ну рядом с ним черноголовка обыкновенная то есть ее много и и много да это обычно кучи снял потому что очень интересное такое растение довольно таки но оно тоже лесное или окушечное а сейчас мы с пойдем еще к одному колокольчику смотрите дорогие друзья сюда на самом деле это все довольно обычный луговой вид называется колокольчик раскидистый но здесь он такой как бы маленький в общем несчастный потому что здесь его часто скашивают и в москве как я уже говорил неоднократно луга это самое уязвимое природное сообщество поэтому вообще многие луговые виды в москве в красной книге либо в ее надзорном списке значит красная книга давайте вернемся к теории она состоит из двух частей в ней есть список собственно видов занесенных красную книгу вот с этими категориями от рулевой до пятой и есть в красной книги так называемый надзорный список московской красной книги это приложение номер четыре приложение номер четыре который называется виды не включенные в основной список красной книги но подлежащие контролю на территории москвы то есть за ними надо смотреть потому что они маркируют ценные природные сообщества и вот как раз такой вид который маркирует ценные природные сообщества есть перед нами он включен вот в этот надзорный список приложение номер четыре называется он невянник обыкновенный но все его обычно называют ромашкой вот теперь смотри на чем отличается вообще невянник от ромашек если мы посмотрим на листья невянника видите листа он почти цельный только немножко рассеченный а у всех ромашек листья очень сильно рассечены вот в общем вот этот невянник это надзорный список красной книги и если у вас такой растет то вы его обязательно сфотографируйте и знаете что он у вас есть вот это вид очень ценных и хороших луговых участков а а мы сейчас пойдем с вами к следующему растению которое должно нас успокоить и вот наконец-то растение которое называется чем сердце успокоится это очень хорошее успокоительное растение называется валериана лекарственная она уходит в официального фармакобе из него делают успокоительные капли таблетки и она также включена в надзорный список красной книги москвы какой категории не категории а надзорный список это приложение без категорий но опять же это маркер лугой вот мы его сейчас нюхаем и даже цветки вот здесь цветки понюхте они пахнут валерьянкой а вообще конечно сильнее всего пахнет корень но мы его трогать не будем потому что это растение краснокнижное вот таким образом в одном собственно дворе вот на расстоянии мы сейчас прошли меньше 100 метров мы насчитали три растения занесенных в основной список красной книги и еще два растения которые включены в приложения теперь собственно как вам это все может помочь сохранить ваши дворы зелеными у нас есть в городе москва закон кодекс об административных правонарушениях и там есть такие статьи они будут показаны в видео где за уничтожение краснокнижных растений полагается штраф и штраф налагаемый на должностное лицо составляет 50 тысяч рублей то есть если сотрудник жилищника уничтожит вот это вот краснокнижное растение то ему полагается выписать вот такой штраф 50 тысяч рублей но естественно чтобы доказать вам надо знать какие у вас растения во дворе в том числе и включенные в красную книгу и обязательно сделать их фотофиксацию и съемку как мы сейчас сделали и желательно вам делать фотофиксацию и съемку в ландшафте то есть чтобы было видно где растет вот этот вид вот вот он у нас растет да и вот сзади подстанция и мы знаем что у нас перед подстанцией допустим да этот вид растет в случае чего мы этим можем апеллировать вот вам как бы желательно это фиксация еще производить в присутствии двух свидетелей вот у нас тоже свидетели имеются за кадром вот так что ребята ну надо как-то с этим жить у нас есть красная книга города Москвы это очень хороший инструмент просто надо уметь им пользоваться ну спасибо за внимание мы про растение может быть еще что-то если найдем интересное мы про них расскажем в бонусе так вот дорогие друзья обещанный бонус собственно об отличие невянников от похожих на него видов которые называют ромашками вот это даже не ромашка это называется трехреберник но раньше это все было ромашками смотрите какой он высокий вот высокое растение с очень тонко рассеченными листьями видите вот эти тонко рассеченные листья да вот они вот один лист вот я прямо один лист показываю вот это один лист он очень тонко рассечен это трехреберник да похож на укроп ну и запах у него тоже такой ромашечный в общем просто чтобы вы его не путали с невянником трехреберник это тоже тоже растение да он тоже имеет право на существование но в красную книгу он не занесен плохо плохо я тоже считаю что плохо вот который убийствует пол трехреберник так вот он да ну и вот смотрите что называется дорогие друзья вот участок перед вами луговой да сейчас мы назовем просто некоторые растения во первых вот цикорий столь любимый сергеем цикорий обыкновенный а бывают другие цикорий у нас нет не бывает значит цикорий дальше смотрите полу не но это сложно на самом деле тема у нас и ботаники зачастую немножко путают это бодяк обыкновенный бодяк и чертополох это два рода до два рода растений и вот чертополох бодяк лопух вот эти все колючки у них большие соцветия мы сейчас пойдем посмотрим на лопухе и они корм для насекомых то есть там очень много цветков потому что ответили большая корзинка и там много нектара давайте смотрим дальше что у нас тут выросла клевер гибридный клевер гибридный третий вид уже получается а это потому что но он кричевается он нет он не скрещивается он просто морфологическим признаками средние между луговым вот луговой клевер вот он перед вами с буквой л вот клевер ползучий здесь внизу с белым цветком но и у него видите цветонос безлистный вот безлистный а клевер гибридный кому-то систематиков показался с чем-то среднем между луговым и ползучим поэтому вот так назвали ну конечно это никакой не гибрид да и смотрите сюда мята полевая полевая ее можно чать добавлять нужно нужно мята черноголовка обыкновенная черноголовка а потому что довольно такое темное соцветие темное соцветие черноголовка но здесь она маленькая а вот это вот это щавель конский так называемый нет не конский это щавель этот самый курчавый курчавый щавель курчавый ну вот у него курчавица лист по краю края листа курчавица дальше вот сейчас самый обычный вид опять пошел невянник вот это уже невянник его тут много это коровяк черный он там даже цветущий а сейчас посмотрите на это растение это не обычная лопух паутинистый это лопух большой это другой вид так что он еще не расцвел он не вырос еще это лопух большой обратите внимание у него корзинка без вот этого паутинистого опушения и там сиреневые вроде еще такие вот если тоже боятся но у него тоже такие розовые будут цветки мы дальше пойдем посмотрим на лопух паутинистый вот это коровяк черный это то сейчас покажем у нас здесь все в цвету все цветет это коровяк черный обратите внимание у него какие красивые фиолетовые тычинки вот их надо снять крупным планом у них на у него на тычинках фиолетовые тычиночные нити видите да вот тычинки и на них фиолетовые тычиночные нити он к сожалению занесен в красную книгу москвы у нас два другие коровяка занесены а черный не занесен рядом с ним вот рядом с ним еще растет вероника длиннолистная вот можно на фоне меняю снять у нас вероник много вот но вероника длиннолистная это одно из самых красивых высоких таких луговых растений вот она уже мне тут по пояс выросла а во сколько метр на метр семьдесят шесть не на чтоб люди представляли значит здесь еще в этом в нижнем ярусе это герань сибирская вот она даже так бывает у нас очень много видов и ранее вот здесь в основном сибирская невянника опять очень много не забудка мелкоцветковая я все-таки думаю так вот это ну не забудка ладно вот так видно даже мелкие голубые цветки ну и на этом участке луга на н пожалуй а ну любимая яснотка белая да похожая на крапиву похожая на крапиву она тут всегда с нами то есть она цветет начиная вот ранние весны и все лето и рядом с ней листья тысячелистника действительно ухты посмотрите какой посмотрите сюда вот они до цвету темно темновато хорошо а если так от солнца здесь на мороз будет нет а вот так вот а вот вот наверное да видите что корзинка не опушенная и такие же как у паутинистого розовые цветки потрясающий медонос но на него растут бабочки летят да вот и мы как раз очень любят кормить бабочки разные не самые обычные есть такие бабочки репейницы вот они кормятся на этих лопухах очень тонкий запах медвянный чуть тоньше чем у липы купырь лесной не упырь до а купы до купыр лесной он и опушечный и луговой вид относится к смесь зонечный вид самый обычный чем-то на морковь похоже семейство зонечное то же самое да даже так с ума сойти так ну давайте мы сейчас прервемся на другом интересном участке найдем спасибо вот еще одно растение хорошее луговое не мусорное почему то у нас какое-то предубеждение что если вот эти колюшки что-то обязательно мусор на лугах их тоже очень много в определенном количестве они типичная вообще флора лугов это называется чертополох курчавый вот это уже чертополох до этого у нас был с вами бодяка чертополох посмотрите у них у всех соцветия корзинка вот одно соцветие вот это вот это одно соцветие и вот это вот одна штучка которая торчит вот он один цветок здесь этих цветков сотни и семейство сложноцветной которому они относятся но интересно тем что они пошли по пути как бы имитации большого цветка за счет вот этого вот компактного соцветия то есть все вместе эти цветки они гораздо более эффективно привлекают насекомых а действительно ну насекомое растение вот чем допустим один цветок и там где много таких вот сложноцветных растений ну и в том числе вот этих колючек там насекомые получают достаточно питания вот и мы очень хотим на наши вот эти луга пригласить энтомологов чтобы энтомологи посмотрели профессиональным взглядом кто у нас тут живет потому что я думаю что на таких вот редких краснокнижных растений должен быть обязательно кто-то краснокнижный какой-то энтомологический энтомологический эндемик это немножко другое это не редкость мясной в редкости вот еще одно растение для покойного горожанина называется пустырник петилопусный какой из них пустырник петилопусный они все он у нас один пустырник один вид и он тоже входит в официальную фармакопе это тоже очень хорошее успокоительное растение его всем рекомендую вот несколько таких вот веточек в чашку заварить и будет спокойный и такой хороший уверенный сон гарантирован ну или можно вот эти молодые побеги он в красную книгу не входит поэтому его так ухты смотрите вот прям рост сироп метр семьдесят шесть и вот он чертопогов считайте сколько на нем соцветий этот вот днем летают шмели его опыляют мы видим жизнь своя кипит бы нам может недоступная но зато природа растение хотя положил острова ли тут где-то после дождя наверное а вот это вот что ну это уже довольно долго цветет кстати тоже с весны очень декоративно дрема белая из семейства гвоздичные вот листья тысячелистника под ней я все жду когда у нас наконец ведущий тысячелистник появится здесь а вот он собственно и появился вот он да это тысячелистник но вот его один лист вот он да на мне вот это один лист но как бы народное название тысячелистник ты да ты да так бы тысячи вот этих листьев вот и растение кстати тоже лекарственное она считается кровоостанавливающим средством кто-то оборвал это уже тут купырь плодоносит чем-то на этот похож до укроп конечно это одно семейство вот его семена уже высыпаются так что вот тысячелистник тоже надо знать ну здесь у нас гравилат городской уже в плодах это именно городской глыб такие плоды у него будут это они уже есть такие колючки цепочки это гравилат городской он в плодах у него желтые цветки гравилат приречного я у нас тут не знаю но увидим моему не совсем место тоже хорошее луговое растение пока идем а вот тут это вот восточная которая цветет опять же тоже с весны и вот до середины лета она начинает свистеть и кстати одна из первых в начале мая вот такие желтые цветки она потрясающий медонос вот мы когда были в башкирии там даже отдельный сорт меда из свербиги и отличается она вот по таким круглым ну точнее как скругленным но неправильной формы плодиком вот эти скручочки это собственно то что позволяет отличать представитель семейства крестоцветные и у нее очень приятный запах а молодые побеги можно употреблять в пищу она немножко горчицу напоминает тоже горчица тоже крестоцветные да мы уже с ним весной знакомились но для города тоже растения и медоносная и декоративная с весны так что мы можем заменить своим чесноком и свою горчицу да там утром то есть вы когда нам уважаемый господин собянин сделает голод вы выживете вот вот кстати уже лопух паутинистый обратить внимание посмотрите лопух паутинистый вот у него корзинка покрыт таким паутинистым достаточно плотным опушением вот она да такой до волочный налет и у нас вообще самым обычным считается именно лопух паутинистый а лопух большой который мы до этого показывали тоже такой более редкий изыск да это он уже отцветает а вон был задет какой лопух чтобы нам сразу определить чертополох кстати тоже могу перепутать лопухом это я могу перепутать и он там тоже да и и это чертополох курчавый вот но вот такой вот типичный лук 10 трехуровневый правильно понял газон лук ну лук трехуровневый правильно ну правильно самый высокий ярус это вот сейчас это сложно цветный и коровяк вон еще один на дальнем плане потом следующий ярус это злаки тимофеевка тимофеевка пыре немножко в общем тоже допустима вот это ежа сборная и кострец безостый это все четыре злака луговых и дальше под ними представители разнотравит гераль сибирская вот она кстати с цветами цветок герани но он уже закрылся к вечеру и собственно клевер луговой вот он клевер луговой здесь лук такой вот зрелый так мы и мы сейчас пришли на виду луговое такое растение там дерево было раньше да тут люк это это люк называется подмаринник мягкий белые цветочки белые цветы да она растет на лугах его довольно много обычно таком хорошем мы с вами пришли еще на один интересный участок луга здесь сейчас вот цветут некоторые виды тоже очень интересные спрашиваете отвечаем много ли у нас подорожников вот действует еще один вид подорожника подорожник ланцета листный вот его лист как это вот так вот его лист вот он он как ланцет такой хирургический инструмент вот это типичное луговое растение а вот вот он вот он в цветах вот какой вот его цветы вот это тоже маркер хорошего луга такого хорошего как бы состоявшегося мизофит на выше очень важно не перекормленного вот еще один маркер хорошего луга это чина луговая желтые цветки семейства бобовые а вообще все бобовые надо беречь потому что они питательны да они улучшают почву они поглощают азот вот еще одно бобовое вот от мелкая это люцерна хмелевидная опять же да вот они вот цветы вроде в виде хмеля ну вот такие куда у хмель цветки достаточно невзрачные хотя конечно 1 5 крупнейшие шишечки поэтому кому-то из ботаников а вот это напомнилось о цвете хмеля вот то вот то а это листья будры и плющевидной это уже совсем нижний ярус луга обратить внимание теперь дальше смотрим на гвоздичные смесь-то гвоздичные их тут у нас два хотел сказать обои два значит вот это дрема белая уже нам известно и вот сергеем только не надо на нее наступать это смолевка обыкновенная или хлопушка у него когда созревают вот эти вот чашечки семена в чаши они так ну их можно сделать хлоп-хлоп поэтому она хлопушка смолевка обыкновенная или хлопушка под ними довольно много клевера лугового и ползучего вот и вот мы тут обнаружили жители которые точно тоже очень хорошо разбирается в растениях у него огромный гербарий фото гербарий да фото гербарий это очень прекрасно это очень радостно потому что у нас сейчас все больше и больше идет уничтожение травяного покрова в москве да вот и расскажите пожалуйста вы давно занимаетесь этим года четыре да 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 но меня зовут дмитрий александр чесноков вот работаю я в школе веду шахматный кружок нет 15-33 бывшие лицеинформатор если кто там рядом находится приходите пожалуйста на этот шахматный кружок но я еще посмотрю как умеет играть всем не берем вот видите учитесь ну бернемся к нашему на дороге да как бы потому что вы очень хороший специалист его встретились два любитель и доцент у меня у меня еще огромная папка мира неразгаданных неопределенных может другу поможете потом вот поэтому сейчас обменяйтесь телефонами может поможете друг другу да потому что надо любите на ботаник как интересно я все думаю у меня в мгл есть там на гриберсологии знакомы а ну давай так что вот видите какие-то интересные встречи происходят мы сейчас просто да еще тут побеседуем ну тут какое интересное растение нашли вот а приходящие да да какой-то заносный надо просто еще на него посмотреть ну а но потом гуще будет вот это же я просто да я сумму году тут огромные были кусты я вот честно не помню я просто давно уже с культурными растениями не работала ну его может быть и не разводят специально она в принципе лекарственные я правда не знаю от чего не знаю а мы его сейчас сфотографируем у нас есть такой ресурс называется plantarium.ru и мы там по фотографиям я на него залезаю иногда и не все могу определить вот так что у нас тут видите очень все интересно да и лапчатку мы еще тут нашли но мы сначала подумаем потом вот в комментариях к этому видео мы тогда напишем что это действительно вербина и что это за лапчатка посмотрите мы ее сейчас тоже фотографируем она очень интересная вот можно прямо сюда заснять у нее смотрите у нее пятилопусный лист вот этот пятилопусный это как у серебристый это не лапчатка гусиная хотя она вот так же ползет вот да вот ее плети то есть у нас ползет лапчатка гусиная но у той листья перистые а у этой пятилопусный мы ее в общем сейчас тоже сфотографируем определим вам тогда расскажем ну и не колган да не в коем случае будет такая интрига у меня есть подозрение что это короче есть у нас такая щаска пинькила рептон по моему лапчатка ползучая и откроется в онтариум да вот тут немножко обратились к мудрости интернета здрасте и определили вот это у нас лапчатка ползучая в общем вот как я говорила в принципе предполагала да лапчатка ползучая и действительно вот эту вербенная лекарственная вот чего она тут забыла я не знаю но растет от чего она лечит а я не знаю от чего она лечит от чего у нас растения всего лечат они лечат в первую очередь ну кому надо зайдут пускай медицинские справочники узнают вот так что у нас здесь два новых вида добавилось очень интересных к нашей флоре цветки где? вот цветки вот 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 посмотрите такой очень красивый пятилепестковый сросно-лепестный венчик вот это вербенная лекарственная но это именно заносное растение заносное мы вернулись пройдя по нашему замечательному лугу вот здесь вот такая маленькая ремарка у нас очень часто говорят так борщевик а борщевик страшно-страшно у нас два вида борщевика значит перед вами борщевик сибирский обратите внимание у него зеленые цветки вот я держу часть соцветия зеленые такие вот зеленые зеленые цветки и теперь давайте посмотрим на листья вот видите вот этот вот лист он такой изящный очень рассеченный стремится к ковалу вот этот борщевик сибирский это наше родное аборигенное растение у которого съедобный корень от которого произошло название борщ его никоим образом не надо путать с карантинным и опасным борщевиком сосновского надо просто помочь у нас чаще во дворах на самом деле растет вот этот вот вид борщевик сибирский он называется нам еще раз давайте напомним как их определить там есть красные полоски у борщевика сосновского очень большое количество я говорю там признаков много но вот главный признак главный признак это цвет цветков у борщевика сибирского он зеленый а у борщевика сосновского он ярко белый в общем все остальное может там варьировать и как говорится заходящие признаки окраска у борщевика сибирского если он на солнце тоже может быть достаточно интенсивная нам вот надо смотреть как это говорят взрыв корень а нам надо смотреть на цветок наоборот с обратной стороны Если он не цветет, то как его определиться? А если он не цветет, то можно все-таки вот по этим листьям, которые более рассечены, чем у борщевика сосновского. Еще можно узнать по стеблю. Ну, по стеблю он зеленый, такой вот с колючками. Да, красный там если и бывает, но чуть-чуть. Красный очень мало. Но если есть какие-то сомнения, то лучше, конечно, обратиться к специалистам. Ну, только к специалистам, кто разбирается. Еще один маленький вопросик, который нас интересует. Вот шиповник. Они бывают двух видов. У нас шиповников на самом деле гораздо больше, чем два вида. Ну, для меня два вида. И доподлинно их может определить только один специалист, который работает в главном ботаническом саду. Нет, просто одни плоские бывают. Это роза морщинистая. Роза морщинистая? Роза морщинистая. Ну, это то, что у нас сажают в озеленении. Вот он, такой самый распространенный. Вот этот вот шиповник роза морщинистая. Ну, он и дикорастущий вид, но просто он в озеленении хороший. И он есть в списках мост-природы, которые даются для озеленения дворов. Его можно пускать сам. Да, вот он такой. И вот такие вот у него плоды плоские. Очень хорошее, приятное растение для живых изгородей. Очень такое приятное. У него приятные колючки. Они очень приятно сливаются у тех, кто нарушает вашу придомовую территорию. И плоды можно спокойно употреблять в пищу. Да, и плоды можно употреблять. Ну, у нас тут не магистраль, у нас тут чистенький двор. Поэтому, почему бы и нет. А это вот уже как бы... Это немножко тут какая-то у него пигментация. Дать не будем. Ага, вот мы как красиво. А, нет, это заражение какое-то. Нет, это он болеет. И это называется хлороз. Вот. Но с причинами надо разбираться. Может быть, он просто на солнце обгорел на него как-то. В общем, сейчас я это не готова. Вот борщевик опять и опять он у нас. Видите? Это он в плодах. Это у него плоды зеленые. И вот они говорят о том, что это сибирский борщевик. Красиво рассеченные листья. Не скажите борщевик. А обыкновенного борщевика у нас нету. Да, у нас борщевик сибирский живет. Он у нас не растет. Мы в Сибири. Для Европы мы в Сибири. Поэтому наш вид Карл Леней назвал борщевик сибирский. А так их всего, получается, еще европейский. Или как он называется? Или обыкновенный. В Европе растет борщевик обыкновенный. А, борщевик обыкновенный. Но он в Москве очень так слабо представлен. Чуть-чуть совсем. Так что во дворах год сибирский. Спасибо вам большое. Вот еще бы найти настоящий борщевик. Редактор субтитров А.Семкин